Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 17 апреля Иосиф Песнопевец Что и не говори, а апрель действительно месяц чудесных превращений Казалось бы, совсем недавно гуляли по земле метели Снега хороводились с осуденными ветрами А морозы полировали ледяные панцири рек Но прошла неделя другая, а их и след простыл Вот уже и сверчки просыпаются, и журавль голос подает Свежо, ярко, празднично вокруг И так привольно, что самим вслед за небесными птахами петь хочется Или хотя бы прокричать что-то, ликующе громкое И не мудрено До сих пор живет в народе вера легендарного баяна Который понимал голоса зверей и птиц А потом, переложив их на язык человеческий Рассказывала людям о красоте и щедрости земли О ее привольных лугах, полноводных реках О гордых ее сынах, готовых в любую минуту взять землю-матушку под свою защиту Пел баян, перебирая живые струны своих вещей гусли и перстами А голос его будил в людях Задремавшую было совесть Вселял надежду в уставшие души Напоминал о красоте и величии родной земли На которой не должно быть вместо боли и отчаянию Говорят, что своими песнями мог баян Иноратный подвиг людей поднять, а врагов остановить И помочь слабым с навалившимся горем справиться Сейчас, возможно, никто подобным даром не обладает Но ведь многим из нас не раз приходилось убеждаться в том Что хорошая песня на многое способна А люди, помнящие традиции и соблюдающие обряды По сей день верят, что если взобравшись повыше Человек громко крикнет, например, свое имя То там, где будет слышен его голос Звери не тронут скот Холодный туман не повредит всходом Град не побьет посевов А злодей не сможет подойти к дому Хотите попробовать? Так зачем дело стало? Ведь для подобного опыта Необходимо лишь подняться пораньше Забраться на ближайший пригорок Расправить плечи Поглубже вздохнуть И... И пусть так же ликующе, весело И громко отзовется на ваш крик Замерзший в восторге лес Небеса, удивившись Приподнимут мохнатую облачную бровь А первые робкие цветочки мать и мачехи Приветливо взмахнут своими пока еще маленькими Зелеными ладошками Но помните, искать пригорок для крика в лесу не следует Хозяин леса, леший, ох как не любит шумливых Захотите домой вернуться, а долго будет водить вас лесовик по своему хозяйству И если уж смилостивится, то выпустит из своего царства А нет, пиши пропало Да и заходить в лес надо с уважением Да с подношением к лесному хозяину Орешки да печенки, входя в лес, положите под ближайшее Приглянувшееся вам дерево А затем попросите разрешения войти в лес с заверением Что вреда ему не нанесете Вот тогда можете со спокойной душой бродить по лесу Гулять или грибы-ягоды собирать А то и покажет вам лесовик места свои Скрытые от случайных людей Тайные, грибные да ягодные Братья-месяцы